итак мы начинаем наше занятие по теме абрабанель и комментариях дона и цхака абрабанеля на недельную главу торы наша глава торы это дворим раздел дворим обычно всегда выпадает близко к 9 ава который у нас уже на следующей неделе как мы знаем уже сейчас нельзя есть мясо пить вино и так далее прежде чем мы приступим к анализу текста который перед нами сейчас находится мы должны сказать несколько слов вообще о книге дворим мы знаем что книга дворим отличается от всех остальных книг четырех остальных книг писания торы эти книжи потому что книга дворим она представляет собой в основном исключительно прямую речь которую муж и обращает к народу израиля и поэтому книга дворим еще называется мишне тора на мишне тора то есть повторение тора повторение тора согласно барбанелю смысл этой книги пятикнижия ее истинность связаны с тем что муж и рабы ему муж и наш учитель он произнес все эти слова и разъяснил евреям все эти заповеди в преддверии своего скорого ухода мы знаем что на широбой ну сожалению не мог войти в землю израиля всевышний ограничил него в этом должен был умереть до того как евреи войдут в святую землю поэтому здесь это было последнее место где муж и мог еще дать свои наставления народу и бог пожелал что муж и после того как он расскажет евреям все что хочет им рассказать внес этот рассказ в тору то есть что имеется ввиду несмотря на то что слова можно что книга дворим представляет собой слова муж и все равно это имеет равное значение с тем что написано предыдущих книгах потому что всевышний распорядился записать все эти слова так как будто бы они продолжают тору можно задать вопрос как такое возможно разве можно сравнивать слова всевышнего и слова муж и всевышний это всевышний муж и всего лишь человек но на самом деле мы знаем что мы уже не просто человек что муж и был самым великим пророком это один из 13 принципов веры по рамбаму что называется адон ганавиим господин пророков и только поэтому он мог спустить торус и высот на землю и к тому времени то есть концу своей жизни мужчина столько сроднился с торой проникся торой пропитался ею что все что он говорил это было все то что мог бы сказать всевышний и поэтому даже те вещи которыми книга дворим отличается от других книг имеется ввиду по содержанию те расширения заповеди некоторые которые должны здесь это все имеют такой же статус как будто они были услышаны с горы сина и потому что муж и на самом деле все что он говорил как будто бы от себя на самом деле исходила исходила из исходила всевышний вот таким образом он решение пересказать все эти заповеди лежала муж и рабыню но решение записать этот рассказ исходила не от него от всевышнего да и как бы он мог осмелиться записать что-то в божественную тору от себя лично запись этого рассказа на было сделано по повелению бога он был записан так же как и вся остальная тора бог одобрил этот рассказ слова его верного слуги понравились ему и поэтому бог продиктовал эти слова муж и который записал их с божественного голоса они по памяти поэтому в трактате бава батра один из трактата вавилонского талмута говорится что всю тору целиком уже записал под диктовку бога даже книгу дворим то есть интересно получился процесс сперва муж и говорил это народу а затем а затем получилось то что всевышний начал диктовать муж это что муж и говорил ему же начал это записывать и получается что все вместе все пяти книжек представляет собой одно единое целое это то что касается книги дворим еще можно отметить как некоторую особенность книги дворим тут очень часто приводятся причины и смысл заповеди если скажем книги шмотливая икра редко когда объясняется почему всевышний указал выполнять ту или иную заповедь в книге дворим очень часто приводится причина он или благословение которую народ получает за исполнение той или иной заповеди например заповедь почитать отца и мать для того чтобы продлить продлились дни твои на земле то есть человек почитающий отца и мать его дни на земле продлились то есть это как бы такая вот заслуга значит поскольку это представляет собой практически вся книга прямую речь то соответственно соответственно здесь практически нет никаких действий вот правда есть мнение в талмуде там же в том месте которым отсутствие любого батрия что только последние восемь стихов значит не написаны мужа написанная шо вот потому что мне говорится о смерти машины есть и другое мнение которое считается более основным о том что и эти восемь стихов тоже написал машин где он написал о себе в третьем лице что умер мужей был похоронен всевышним и говорит мидра что муж и писал это и плакал а потому что тяжело писать о собственной смерти как будто она уже свершилась хотя на самом деле вот как говорил один философ что в жизни человека нет ничего что произнесли наверняка кроме одного он точно умрет то есть если человек рождается и мы не можем сказать будет ли он хорошим или плохим будет ли он женат или не будет сколько у него будет детей кто будет по профессии да об этом ничего не известно тех пор пока это не произойдет вот но единственно что новорожденный может сказать что он когда-то умрет и но знать это так знать день и час своей смерти вот это действительно тяжело и муж очень сожалею о том что не может войти в землю израиля и это как бы накладывая отпечаток на его состояние но при этом он никогда не выступал не подниму не бунтовал не дай бог против всевышнего был согласен с тем что всевышний установил постановил о нем хотя и пытался просить всевышнего чтобы он отменил свой приговор но всевышний не отменил и поэтому маша умер на горе него или по крайней мере ушел из этого мира на горе него и всевышний сам похоронил его и устроила ему ноги вот теперь можно перейти непосредственно к тексту наш недельной главы наш недель глава называется дворим как и вся книга потому что называется по первому или второму слову само слово дворим означает слова речи вещи но в данном случае имеется ввиду речи как переводит сифон перевод который увидите перед собой на экранах так написано вот речи которые говорил мошепсиму израиля на бегу на берегу ярдена что до пустыни что до степи против суфа между параном и между тофелем и лаваном и хацеротом и дизагав одиннадцать дней пути от хорева то есть от синая через гору саир до кадеш барне и было в сороковом году в одиннадцатом месяце в первый день месяца говорил мошепсиму израиля во всем как повелел господь ему о них после того как разбил сихона царя и морейского обитавшего в хижбоне и ого царя башанского обитавшего в аштырот в эдрей на берегу и ордана на землях на земля на земле муава начал муж и разъясняя это учение говорить господь бог наш говорил нам хореве так довольна вам оставаться в этой горы и так далее значит нам предстоит разобрать в начале пять стихов которые являются вступление то есть сами слова муж и начинаются только с 6 стиха вот первые пять стихов это вступление и она очень интересно в частности тут в первом стихе вроде бы указывается место где муж и говорил эти слова эти речи произносим то есть последняя стоянка евреев перед переходом через и орда но есть проблема проблема в том что тут указаны места и местности которые не могут находиться в той же точке то есть давайте посмотрим какие там местности указано первых на берегу и ордана это да это реально не сейчас находится на берегу ярко дальше что до пустыни опять же пустыни там уже давно нет можно конечно предположить что речь идет об иудейской пустыне которая есть которая как раз напротив русалима достигает самой большой ширины вот но допустим что до степи тут тоже можно сказать что речь идет о степях муавицких которых они сейчас находятся но следующее место она совершенно выбивается из колеи против суфа то есть напротив красного моря это уже совсем далеко это уж совсем далеко где муавы где красное море расстояние может небольшое но это явно не рядом а также мы ничего не знаем о местах которые называются тофель и лаван мы знаем место которое называется хацерот но она находится много стоянок ранее до места и также мы не знаем что такое диза есть комментаторы которые усматривают в этих местах ничто иное как мягкий намек на все те места где евреи грешили перед всевышним допустим диза переводится так что золото здесь содержится намек на грех золотого тельца также напротив сув то есть после перехода через красное море мы знаем что евреи слишком сильно увлеклись собиранием трофеев с выброшенных из моря египтян что муж с силой должен был их оттаскивать от этого берега и заставлять их двигаться в пустыню дальше далее во втором стихе тоже упоминается достаточно пространное расстояние одиннадцать дней пути от хора его то есть горы сина и через гору сыр на этого доме до кадеш барнея кадеш барнея была точкой откуда были посланы разведчики 38 лет назад то есть здесь они по по дороге второй раз скорее всего вообще не проходили через кадеш барнея потому что кадеш барна лежит далеко на юге израиля они шли с востока значит здесь речь идет о чем-то другом и возможно действительно право это комментария этот комментарий который говорит что речь идет о намеке но на грехи израиля но а барбанель выступает против этого комментария что же он говорит он говорит такую евреи сейчас стоят у иордана и слушают последние напутствие муж и муж и здесь не говорит во втором лице а здесь если вы заметили используется третье лицо вот речи которые говорю муж и то есть не муж это говорит как бы сам там горит некое третье лицо данном случае всевышний потом приходит на второе лицо на говорит муж и обращаясь народу израиля мы допустим седьмом стихе говорит обратитесь и отправляйтесь в путь здесь продам уже передает слова всевышнего народу израиля но и дальше идет во втором лице почти до самого конца книги с некоторыми промежутками в середине почему здесь идет в третьем лице там во втором то есть перед нами некий рассказ в обрамлении происходит такое вот обрамление зачем это обрамление нужно согласно барбанель у что мы могли бы подумать то есть читатели могли бы подумать что муж и эти все законы которые он привел здесь и которые не были упомянуты в предыдущих книгах а таких насчитывается несколько то есть то те новые аспекты законов или совсем новые законы которые он упомянул в книге дворе люди могли бы подумать что он их сам придумал свои властью добавил их вторую и тогда бы относились неправильно но всевышний хочет подчеркнуть что все исходит от него и поэтому поэтому начинается с третьего лица то есть как как и вся остальная тора еще один момент важный который отмечает то барабанель что если бы он задает вопрос то почему тут нарушен хронологический порядок ну допустим если мы говорим что дизагав это напоминание греха золотого тельца то оно должно стоять в начале потому что грех золотого тельца он произошел в начале их пути сразу после получения тора а он стоит последний практически отвечает а барабанель что несмотря на то что в торе в тех местах где происходили различные грехи не упоминается об особых назиданиях и укорах которые произносил моши это все равно имело место там быть просто не было записано тогда потому что не было нужным должны помнить что тора это не книга истории это не хронологическая летопись она не ставит задачу зафиксировать все моменты которые происходили тогда она может специально даже игнорировать некоторые моменты почему потому что тора эта книга закона в ее цель подчеркнуть оттенить выделить какой-то аспект связанный с законом или этической проблемой поэтому тора может делать акценты на определенные моменты закрывая как бы от читателя другие моменты которые может быть и важной с исторической точки зрения но для тора не были столь важны чтобы их упомянуть мы должны помнить что тору составлял всевышний поэтому он не не может ошибаться как мы знаем всевышний может ошибаться даже априори теперь еще один ответ а барбанеля заключается в том что тора свидетельствует что машине чего мы собственно тоже сказали да просто чередуются там это первый как первый второй то есть вот это два ответа один вот это для того чтобы никто не подумал что муж и сам что-то добавил от себя а второй для того чтобы дать нам понять что все укоры которые перечислены в этой книге муж и рабейну сказал их уже раньше в том месте где это нужно было а а здесь просто повторил для нового поколения чтобы они помнили об опасности грозящих человеку на пути соблюдения заповедей что человек может отклониться от соблюдения заповедей тогда его постигнет постигнет беда борьба далее а барабанель задает второй свой вопрос не знаю успеем ли мы пройти все вопросы которые собирался всего на самом деле на эту главу а барабанель задает 14 вопросов на этот отрывок вот естественно как бы мы с вами всегда успеваем всего лишь 23 потому что комментарии пространны недавно я был в одной синагоге не у себя в поселке в другом поселке и я всегда стараюсь ходить книга и барбанель чтобы успеть подпочитывать немножко комментарии в этом году то есть каждый год у меня как бы стараюсь брать другой комментарии в этом году книга книга барбанель они комментарии барбанель и и один из моих знакомых спросил меня увидел меня в¸ книгу спросил успех и успеваю ли я прочитывать весь комментарий барабанель до конца до начала шабата или даже вш estructural не что только считанные главы комментарий, на который не столь обширный, я порой успеваю заканчивать, потому что действительно объем материала очень большой. Теперь. Второй вопрос, который задает Эбербанель, по поводу второго стиха. Он говорит, причем здесь то, что 11 дней они шли от горы Синай до Кадеш-Барне. Ведь этот путь они сделали во втором году после выхода из Египта. А мы уже с вами находимся в сороковом году. Зачем нам нужен этот путь? Зачем нужно упоминание о нем? И отвечает Эбербанель следующим образом. Здесь он отвечает коротко. И говорит так. Это для того, чтобы свидетельствовать, что расстояние между местами Ширкараба, Кользе, в которых все это случилось, чтобы мы знали, на каком промежутке случились все эти выступления против Всевышнего. Это еще должно будет подчеркнуть проблемность поведения народа Израиля. Почему? Потому что на протяжении 11 дней, точнее, на расстоянии, которое можно было преодолеть за 11 дней пути, то есть, от Синая до Кадеш-Барнеа, евреи выступали против Всевышнего более 7 раз. То есть, почти каждый день. Через день. И это тоже подчеркивает эту проблему. Моше, поскольку мы говорим, что Моше стремился к максимальному, тому, чтобы его слова оказали максимальное влияние на новое поколение, потому что у него больше не будет другой возможности сказать еще что-то этому поколению. он должен умереть. И поскольку он сейчас, все, весь Израиль знает, что он сейчас уходит от них, все слушают его, затаив дыхание. То есть, это самый удобный момент для того, чтобы сказать им то, что он хочет сказать, чтобы у них закрепилось. Третий вопрос, который задает у нас Донетс Хак, он говорит так. почему сказано Мевра и Орден, да, то есть на берегу Иордана. Это информация избыточная, поскольку у нас есть уже информация, что это происходило на берегу Иордана, с указанием места, потому что мы знаем, что евреи никуда больше не двигались с этого места. Где еще? Моше, спрашивается, мог говорить с ними, как не мести в последней их стоянке. То есть, с точки зрения Моше, с точки зрения Абарабанеля, эта информация избыточная. А мы знаем, что в Торе не бывает избыточной информации. Если она там есть, это значит, она хочет нам что-то сообщить. еще дополнительный какой-то шифр, дополнительный код, который тут у нас имеется в виду. Как же отвечает Абарабанель? Он говорит так. Тора свидетельствует, что заповеди, которые были обновлены, то есть было дано их новое понимание и некоторое расширение до комментариев дополнения в книге дворин, они не сами по себе, а проистекают из заповедей, которые были уже даны ранее. То есть, каждую из данных сейчас заповедей книги дворин можно связать с определенной заповедью оригинальной, то есть данной на горе Синае и привязать это к ней. Каким образом? Так говорит Писание. И было в сороковой год двенадцатого числа первого месяца, точнее, двенадцатого месяца первого числа, говорил Моше сынам Израиля все то, что сказал ему Всевышний. И здесь нет намерения сказать, что в этот день Моше сказал все эти слова и все эти заповеди. Потому что, действительно, это очень много. Вся книга дворин. Даже если просто ее читать не объясняя, это возьмет несколько часов. А что это значит? Это значит, что эти заповеди были сказаны в разное время. Здесь просто Моше их компилировал. Но это не значит, что он их сейчас высказал заново. Высказал заново. И Моше заново хотел их повторить снова. Почему? Потому что знал, что скоро он умрет. И хотел использовать каждый момент для того, чтобы сообщить евреям значит, как можно больше информации о Торе и как можно сильнее их убедить в том, что Тору нужно соблюдать даже тогда, когда Моше от них уйдет. Вот. Далее. есть интересный вопрос. В нашей главе сказано так. Если вот мы сейчас читаем слова Моше. Давайте посмотрим на слова Моше. Девятый стих говорит, «И сказал я вам в ту пору», то есть, когда они ушли от горы Синай, «Не могу я один носить вас. Господь Бог ваш приумножил вас, и вот вы сегодня, как звезды небесные во множестве. Господь Бог ваших отцов да прибавит к вам против того, сколько вас тысячекратно, и да благословит Он вас, как говорил Он вам. Как мне нести одному вашу тягость, ваше бремя и ваш раздор? Возьмите себе мужей мудрых и проницательных, и известных коленом вашим, и я поставлю их во главе вас. И вы отвечали мне и сказали хорошо, что ты говорил делать. И взял я глав ваших колен, мужей мудрых и известных, и поставил я их главами над вами, тысячниками и сотниками и пятидесятниками и десятниками, и смотрители назначил я по коленам вашим. И повелел я вашим судьям в ту пору так, выслушивайте братьев ваших и творите суд праведно между человеком и братом его и пришельцем его. Не лицеприятствуйте в суде, как малое, так и большое выслушивайте. Не страшитесь никого, ибо суд есть Божий. А дело, которое слишком трудно для вас, предоставьте мне, и я выслушаю его. И заповедал я вам в ту пору все, что вам надлежит исполнять. Здесь задается вопрос. Поскольку говорится здесь об устройстве системы судопроизводства, что Муше назначил десятников, сотников, тысячников, пятидесятников, как может быть, что это входит в противоречие с тем, что написано в книге Шмот, в главе Итро. там написано, что совет устроить все таким образом, Моше Робейну получил не от кого-нибудь, а от Итро. Мы помним, да, когда Итро пришел к Моше, то есть в стан Израиля, он увидел, как происходит судопроизводство. Что он увидел? Весь народ стоит в одной живой очереди к Моше. И Моше сидит днем весь день, поскольку ночью судить нельзя, с утра до вечера, только судит народ. Очевидно, это происходило после дарования Торы, потому что нужны были какие-то законы. И тогда, ужаснувшись этому, Итро сказал, ты и твой народ совсем износитесь, измотаетесь, устанете от такого. Ты не можешь весь народ этот обслужить, как судья, а они не в состоянии удовлетвориться только тобой. Ты должен назначить себе судей, выбрать людей достойных, ненавидящих взятки, мудрых, знающих, и поставить их каждого на свое место, глав десятков, пятидесятков, сотен, тысяч, и это будет твоя система. То, что простое дело, они будут сами разбирать, а сложное будут приносить тебе. И Моше показалось это хорошим в его глазах, и сделал он так. Тут задается вопрос, почему Моше приписал себе заслугу устройства этой системы? Ведь заслуга принадлежит витро? Правильно? Он дал совет. Почему Моше вообще не упоминает об витро здесь? Как вы думаете? Давайте помыслим. Пусть наша голова поработает. Подумайте, напишите в двух-трех словах. Почему? Моше не упомянул дро, давшего совет. Ну, а потом я скажу ответ это барбанелья. Так, Юрия нет, я вижу. Юрий пропал у нас. Тут никто не пишет. дро их не пишет. А вещество нет, а мути не пишет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Говорит с народом Израиля, с новым поколением. Это новое поколение вообще не помнит Итро. Потому что Итро приходил только при жизни того поколения прошлого. И ушел. Ушел к себе обратно. И поэтому, чтобы не раздражать народ, если бы Моше сказал, что такую систему подсказал ему Итро, то они бы могли не принять это. А ведь ему заново надо было их организовывать. Ведь старые судьи погибли. Умерли вместе с тем поколением. И тогда бы мог кто-то встать и сказать, ну, эта система нехорошая, ее подсказал нам Гой. Но Моше знал, что даже не еврей может подсказать мудрую вещь. Потому что написано в Талмуде, Хохмаба Гоим Таамин. Ты можешь верить в то, что среди других народов также есть мудрецы. Есть мудрость. От себя я могу добавить еще одну интересную деталь. Ведь только что, буквально в прошлой недельной главе, закончилась война с Медьяном. То есть те самые медьянитяне, которые хотели привести народ Израиля к идолопоклонству, послав к нему своих женщин. И ведь Итро тоже был из медьянитян. Если бы Моше сказал, что этот совет исходил от медьянитянина, то его точно могли бы не понять правильно. Почему? Потому что понятно, что медьянитяне бывают разные. Что нельзя сравнивать Итро, который был кошерным человеком и принял Гиюр, с теми медьянитянами и медьянтянками, которые пытались соблазнить евреев и столкнуть их на путь идолопоклонству. Однако все равно Моше не упомянул своего тестя и связал это только с собой. Тут мы должны выучить один важный урок. Нас учит здесь Тора и Абарбанель. Учитель должен понимать, что говорить ученикам, о чем следует умолчать, чтобы их не смущать. Потому что если учитель высыпает на учеников все, что знает, то это может их обескуражить. Они могут начать сомневаться в учителе. А этого допустить нельзя. Потому что, как все евреи верили в Моше, так же каждый должен верить в своего учителя. Потому что если не будет этой веры, сами слова учителя, даже если они правильные, начнут подвергаться сомнению. А это действительно тяжело, потому что человек в начале своего пути еще не имеет достаточно правильного критического восприятия. И не в состоянии оценить сам правильность тех или иных идей. И поэтому Моше не упомянул утро. Хорошо. Значит, наше следующее занятие состоится с Божьей помощью в воскресенье. Как всегда. Это будет наше последнее занятие перед моим приездом. На высоком я планирую появиться. Сейчас скажу по календарю, когда. Секунду, только остановлю запись. Тут ее и не было. Вот. Хорошо, что здесь есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...